Американское издание Wall Street Journal опубликовало материал, посвященный условиям содержания в плену Хамаса трех израильских заложников, освобожденных 8 июня. Это Альмог Мейержан, Шломи Зиф и Андрей Козлов. В статье рассказывается об издевательствах со стороны охранников, о плохом питании, о психологическом насилии. Сейчас со мной в студии Евгения Козлова и Михаил Козлов, родители Андрея, который был вызволен из плена Хамаса в ходе операции Арнон. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Наши поздравления от всего канала, не знаю, от всего народа Израиля, в том числе. Давайте начнем с того, что как вы получили эту новость, потому что вы уж на этот момент Израиль покинули и были в Петербурге, правильно? Да. Мы ездили в Москву, чтобы встретиться с Богдановым Михаилом Леонидовичем. И как бы, ну, у меня была возможность заехать домой, потому что я не видела свою маму и сестру пять месяцев. И это был последний день моего пребывания в России. Я была в Санкт-Петербурге дома, раздался утром звонок. И мне стали давать наводящие вопросы. Как твои дела? Как твое настроение? Ты одна? И мне сразу показались эти вопросы очень опасными, очень волнительными. Сядь, пожалуйста, у нас для тебя новость. Это жестоко вообще. Нет, ну они хотели сказать хорошую новость, а я их неправильно поняла. И как бы после того, как они мне сказали, что это хорошая новость, я не могла их понять. Потому что у меня все перернулось в голове. И они меня успокаивали. Это хорошая новость, хорошая. И они мне сказали, что сейчас Андрей летит на вертолете на территории Израиля. Он направляется в больницу. Это просто удар. Это такой эмоциональный удар. Я не поняла. То есть мой английский, конечно, не так хороший. Они говорили по-английски. И я подумала, что я что-то не поняла. Какой Андрей? Какой вертолет? Какой Израиль? И когда мне три раза повторили, что Андрей летит на вертолете на территории Израиля в больницу. И через какое-то время я смогу его увидеть и с ним поговорить. Я не знаю, что со мной ничего. Это правда была такая волна, такого жары, эмоций, тепла на меня подкинула. И сколько времени заняло после звонка и до приземления в Израиле? Я не помню, сколько времени, когда нас связали. Нам сказали, что вот... Меньше суток. Нет, нет. Мы в тот же день с Андреем поговорили. Буквально нам позвонили. Мы прилетели в Израиль меньше, чем через сутки. А, ты про это? Нет, я имела в виду, что когда создался видеозвонок. Потому что мы увидели Андрея сначала по видео. Мы с ним разговаривали сначала по видео. И я со страхом, конечно, этого ждала. Потому что мы очень боялись, что за восемь месяцев мы не знали, как изменится наш сын. Вернется другой человек. Мы боялись, что вернется другой человек. И я, конечно, с замиранием сердца на него смотрела. И я не знаю, это от него... Когда я его увидела, от него такая пошла волна. Волна как бы... Я чувствовала, что этими словами он пытается меня уберечь. И как будто оправдаться. Мама! Я спасся два раза! Мама! Я все делала... Я вам не писала только потому, чтобы не расстраивать вас. Я знала, что я вернусь. Я знала, что я приду. Я всегда верила, что я вернусь. Мама! Я там занимался спортом. Я там делала отжимания, когда у меня были возможности. И как бы... И я вижу, что человек пытается меня даже сейчас в этом состоянии, меня уберечь, меня поддержать. И буквально прошло как бы, не знаю, какие-то 4-5 минут разговора. Он стал спокойным. Он стал как бы рассказывать. Он начал смеяться. Он как бы рассказывал там... Он умирялся шутить. Вот через несколько часов после того, как он был в газе. После нескольких часов, после этой вот, ну, страшнейшей, сложнейшей, как мне кажется, военной операции. Он стал шутить. И я увидела, что он такой, какой он был. И это было такое несказанное для меня счастье. И я поняла, что я самая счастливая мама на свете. И с тех пор мне каждый день хочется смеяться, мне хочется улыбаться. И любой человек, которого я вижу, мне хочется обнять, мне хочется прижать к себе этого человека. Чужого для меня, да. И как бы... Да, и поделиться этой радостью. И сказать спасибо, спасибо. Вы все мне помогали. Вы все мне так помогали. Я получила столько всего. И от Израиля, и от людей Израиля, и от армии Израиля. И я не знаю. У меня такое... Мы сейчас, когда идем по улице, люди буквально иногда высовываются из окна машины. Да, машут руками, открывают окна, приветствуют. Привет, привет, привет. Андрей вышел просто из здания, и он попал на тротуар. И мимо просто проходил в это время человек, совершенно нам незнакомый. И он подошел к Андрею, пожал ему руку и говорит, я люблю тебя. Это было удивительно просто. Я чуть не расплакался. Да, это очень-очень круто. Это просто поразительно. Потому что люди все, все. Израиль как одна семья. Это правда. Этот день освобождения доказал, потому что не было равнодушных. Не было. Я, в смысле, таких не видел. Где вас это застало, это сообщение? Ну, почти в том же месте. Мне позвонила Евгения, и я тут же выехал к ней. И когда я вошел в квартиру, она держала в руках телефона, там был Андрей. Да, это было удивительно. А вы когда на него посмотрели, он сильно изменился, вот на первый взгляд? Ну, понятно, что прическа другая у него побрили. Ну, сильно похудел. Вообще состояние, вот на первый взгляд, какое было? Мне кажется, что он настолько сильный, настолько оптимистичный, что он вообще никак не изменился, мне кажется. Вот серьезно, я не понимаю, как это. Потому что мы с Евгением, когда это обсуждали, мы там летели, когда мы думали, ну, он должен измениться, он должен быть другим уже, как бы. Потому что 8 месяцев в аду, они не дают возможности человеку остаться прежним, он должен поменяться. Но он тот же самый, и мы этим просто поражены, реально поражены. Об израильской реакции вы рассказали. А в России вы, перед тем, как освободили Андрея, вы были в Москве, общались с Богдановым. Что вам было сказано на тот момент? Ну, нам сказали, что мы не хотим вас обнадеживать, но единственное, заверяем вас в том, что мы делаем все возможное, что мы помогаем в силу наших ограниченных возможностей. И мы, конечно, очень благодарны и посольству России в Израиле, потому что эти люди всегда нас поддерживали. Несмотря на то, как бы, что получалось или не получалось, мы всегда получали от них человеческое тепло. И вот эта вот поддержка, и мы уже были в посольстве, мы заезжали к послу, разговаривали с его сотрудником. Это, конечно, тоже взаимные волны тепла. Мы с удовольствием там тоже смеялись, рассказывали про Андрея. Андрей тоже туда заехал. И, конечно, да, вот это поддержание этих отношений, и в том числе поддержание отношений между двух странами. Особенно в тот момент, когда это сотрудничество может быть таким важным для оставшихся заложников, это очень-очень хорошо. И нам было приятно общаться с ними. Дай Бог, чтобы у сотрудничества были какие-то результаты. Были результаты, да. Кроме разговоров. Мы очень на этом рассчитываем. Мы очень на это рассчитываем. На самом деле, мы всегда пытались во всех местах транслировать свою принадлежность к России, и всегда рассчитывали на то, что это поможет. Но вот с Андреем получилась немножко другая история, как ни странно, в Газе, потому что единственный охранник, который его ненавидел, ненавидел его по причине того, что Андрей приехал в Израиль недавно. Он считал его оккупантом. Ну, никогда не знаешь, как сыграет. И я все-таки рассчитываю, что принадлежность к России даст возможность тем двум заложникам, которые находятся здесь, о, находятся в Газе, они сейчас, мне кажется, что это возможно. Выбраться. И я надеюсь, что Россия сможет принять участие в освобождении других заложников. Она все свое влияние направит на это. Потому что это самая важная цель. в прошлом России действительно пытается здесь что-то... Мы очень. ...из вашего опыта общения с Россией. Мы очень надеемся. Мы очень надеемся. Что рассказал Андрей? Вот первое. Вы увидели его, ну, начали же сразу спрашивать, ну, как ты, что ты, что с тобой, о чем он говорил? Первый день. Ну, без тех подробностей, которые, наверное... Первый день. Первый день мы отсутствовали, мы приехали на второй день, мы встретились с Андреем с утра, как только прилетели. Да, мы видели, мы видели совершенно душераздирающую сцена, когда он просто... У него просто не было сил, да, от этого напряжения сумасшедшего душевного. Он просто упал, да, и чтобы лицо вы не видели, как он рыдает там. Он, конечно, эмоционально разбалансирован, да. Он рассказывает, он рассказывает. Мне очень нравится, что он не закрыт, он не забит, он не... Озлоблен. Не озлоблен, да. Он открыт, ему хочется рассказывать. Он рассказывает. И рассказывая нам о каких-то подробностях, он всегда выдает какую-то лайт-версию, мы это очень хорошо чувствуем. Потому что, ну, вот рассказывать про то, как ты, как бы, там, несколько недель у тебя руки были связаны за спиной, и как ты должен, и как он изворачивался, чтобы умудриться помочь себе поесть руками. То есть, я не знаю, он говорил, мама, я, оказывается, такой гибкий. Я проявлял там чудеса гибкости, когда, как бы, руками связанными сзади, я умудрялась помочь себе поесть. А когда нас всех, как бы, нам всем стали связывать руки впереди, они были связаны и по рукам, и по ногам. То есть передвигаться они могли вот такими только маленькими шажочками. Так вот, когда нас связали, как бы, уже с руками спереди, мы сказали, ну, это просто подарок от террористов. Террористический подарочек, да. Он все пытается, все пытается перепадать с какой-то долей юмора, с каким-то небольшим таким развлечением, чтобы для нас это не было шоком. И рассказывая... Какого-то рода психологическая защита. Может быть, да. Может быть, да. Потому что рассказывая какие-то совершенно чудовищные вещи, он так спокойно это делает, и нам удается остаться, ну, без последствий, как бы, вот такие слова от него услышать. Когда он рассказывал... Ну, вот сегодня он еще с друзьями встречался и снова пересказал одну историю, которая меня, в общем-то, должна была бы шокировать на самом деле. Он говорил о том, что в один день охранник подошел к нему и сказал, что я буду тебя снимать и застрелю тебя, и потом это буду транслировать. И Андрей каким-то образом умудрился это так передать, что, ну, мы не в ужасе, не отшатнулись от этого. Он по-другому это рассказывает. Я сейчас рассказал более трагично, потому что я это всегда переосмысливаю, пытаюсь. После восемь месяцев страданий он вас бережет от травм. Да, да, так и есть. И мы очень хорошо осознали, что наш сын, насколько сильным человеком он оказался, насколько сильным, насколько цельным, насколько он оптимист, потому что он везде видел знаки. Мама, я всегда верил, что я вернусь. Мама, я знал, что я вернусь. Как бы... То есть в любой истории он видел подтверждение, он видел положительное. А вы познакомились с Альмогом Мейером? Да. Пишут, что они подружились очень. Тот заговорил по-русски. Андрей лучше узнал иврит. Познакомились, пообщались? Да, мы знакомы и с ребятами. Мы познакомились и с их семьями. И у Альмога, и у Шломи. Очень совершенно милейшие мамы. Конечно, мы сразу же говорили общий язык с ними. Очень приятно общаться. И да, они передали своим детям и силу, и оптимизм, и способность верить и надеяться. Мало того, мы сегодня вот буквально приехали со встречи, которую мы устроили для Андрея с его друзьями. Мы их пригласили, чтобы он смог как-то рассказать. И это было в небольшом помещении, где сидела семья Альмога. И он рассказывал, и неожиданно они стали так прислушиваться. И он говорит, «Вы приходите, просто приходите, послушайте». И мы сели в такой большой круг, две семьи, и он рассказывал. И потом пришел Альмог, и тоже стал ему подсказывать, дополнять какими-то подробностями его рассказ. Это было потрясающе очень. Да, они вместе смеялись над теми ужасными вещами, над которыми они смеялись тогда. Все, что остается, на самом деле. Лучше смеяться, чем страдать. Скажите, а в России эта история вызвала какой-то интерес? К вам обращались российские СМИ, быть может, тоже за интервью? Да, мы удивились. Мы получаем очень много запросов от СМИ, и в том числе от российских СМИ. Есть разные предложения, там это и медиа, и телевидение, и интернет, и радио, очень разные медиа. И мы пытаемся как бы со всеми сотрудничать, со всеми разговаривать, потому что, ну, глядя, видя счастливые глаза Андрея, я не могу не думать о том, как много заложников там осталось. И теперь я понимаю, насколько тяжело им, насколько им сложно выжить. И Андрей, когда узнал все потрудности, он же не все, очень немногое, что он узнал. Он сказал, его никто не спрашивал. Он просто узнал, сколько там человек. Он сказал, их нужно спасти. И их нужно спасти немедленно. И эта мысль, как бы, она не дает ему покоя. Она мучает его, что он освободился. Это было чудо. Это было настоящее чудо, потому что мы иначе как чудо это не воспринимаем. Потому что у участия такого количества людей, сложнейшая операция, и операция прошла почти без ошибок, но это ничем другим не может. Это чудо и армия обороны Израиля. Да. Вместе. Чудо это армия. Чтобы чудо случилось, нужно его сначала подготовить очень хорошо. И завершающий вопрос. Вы думаете еще продолжать борьбу за освобождение других заложников и участвовать в той деятельности, в которой вы принимали участие на протяжении последних месяцев? Или с этой темой закрыты? Или все-таки... Уж Андрей, я думаю, не оставит тоже в покое эту тему и продолжит? И вы за ней. Мы это делаем сейчас с вами. Мы хотим привлечь внимание всех людей к тому, что несмотря на тот праздник, который получился из-за освобождения четырех людей, в плену остается 120 человек. Те условия, про которые нам рассказывает Андрей, не оставляют никаких сомнений. Что может быть в том, что этих людей нужно освободить немедленно, как можно быстрее. Проведение военных операций – это то чудо, которое сделали военные Израиля. И мы преклоняемся перед их смелостью. Нам очень сложно думать и осознавать, что во время этой операции погиб герой Израиля. Погиб Арнон Замора. И мы понимаем, что эти люди делают легенду Израиля, а не легенда. Они – супергерои. Это именно те люди, на плечах которых стоит Израиль. Эти люди спасают Израиль от всех бед. И мне очень страшно и тяжело думать о том, что сейчас переживают его родители, его мама, его маленькие дети. Но самое главное сейчас нам думать о живых, о тех, кто остался в заложниках. И нам нужно соглашение. Израильская армия сделала свое чудо, теперь это чудо должны сделать политики. Если возможно. Вот мы сейчас пока с вами говорим, уже говоря о политике, у нас массированный обстрел севера страны. Вы видите на своих экранах название населенных пунктов. Судя по всему, залетел беспилотник на территорию Израиля со стороны Ливана. И звучат сигналы воздушной тревоги сейчас в целом ряде городов, поселков на севере страны. Поэтому, все, кто слышит Севадом, пожалуйста, укройтесь в бомбоубежище. Мы же завершаем интервью. Я хочу поблагодарить Евгения. Большое спасибо вам, что вы пришли. Михаил, спасибо. Спасибо вам. В следующий раз, как говорится в Израиле, рак басмоход. В следующий раз только при... Дмитрий Дубов, который здесь был, подскажите. Только при хороших причинах, при радостных случаях. При хороших случаях, да. Вот, именно так. Спасибо еще раз большое. Спасибо вам.